В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Тройная авария с большим количеством жертв. Подробности страшного ДТП в Кизярском районе смотрите в самом начале. 20 тысяч свечей образовали огненную картину войны на главной площади Махачкалы. Дагестан присоединился ко всероссийской акции «День памяти и скорби». Длинные выходные на Курбан-Байрам. О том, как в республике готовятся к одному из главных праздников мусульман, расскажем в выпуске. Первые три комплекта наград разыграны. Подробности очередного дня чемпионата России по вольной борьбе узнаем в спортивном блоке новостей. Уголовное дело возбудили против водителя Toyota Camry, который стал виновником крупного ДТП в Кизярском районе. По данным следствия, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает ряд источников, 32-летний Шамиль Магомедов за последние 4 месяца накопил под 30 неоплаченных штрафов за лихую езду. Отметим, что тройная авария с рейсовым автобусом, КамАЗом и легковушкой унесла 8 жизней в числе погибших двое детей. Пятерых пострадавших доставили в Кизлярскую городскую больницу. Одна женщина ранена тяжело, она в реанимации. У остальных травмы средней тяжести. 20 тысяч свечей образовали огненную картину войны на главной площади столицы Дагестана. В преддверии дня памяти и скорби данная акция проходила по всей России. Участие в мероприятии приняли активная молодежь, школьники из движения первых, представители органов власти, а также жители Махачкалы и туристы. Вместе они зажгли тысячи свечей, образовавших рисунок 36 на 26 метров, отобразившие картину водружения знамени Победы над Рейхстагом. Также в небе ночного города появились журавли из легендарного произведения Расула Гамзатова. 22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби. Тот самый длинный день в году, который более 80-летий назад перевернул судьбы миллионов людей, написал в своем телеграм-канале глава Республики Сергей Меликов. Сегодня мы поминаем известных и безвестных героев, всех, кто принес своей жизни на алтарь Победы. Отдельные слова благодарности нашим дорогим ветеранам, которые прошли долгий, суровый, доблестный путь. Здоровья вам и долголетия. Пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием. Низкий вам поклон. Вечная слава всем защитникам отчизны. В Дагестане 28, 29 и 30 июня объявлены выходными днями в связи с празднованием Курбан-Байрам. Соответствующее постановление накануне подписал председатель правительства Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Тем временем перед праздником, когда тысячи дагестанцев отправятся совершать праздничное жертвоприношение в окрестностях Махачкалы, проходит подготовка площадок для забоя скота. В продолжение темы сюжет Айши Тухаевой. В этом году в Махачкале специально под забой скота будут отведены три объекта. На территории подрома по проспекту Наструдинова, в районе торгового центра Киргу на улице Ремесленная и по улице Красноярской рядом с духовным центром. Мы подготавливаем то, что мы сегодня видим за моей спиной. Это загоны, обделочные, потом места для приема мяса, места для общепита, места для коллективных намазов и стоянка для автотранспорта. Все это мы заранее подготавливаем. И потом уже подключаются городские службы для тех или иных работ, которые во время непосредственно самого праздника будут проходить. Волонтеры работают над подготовкой объектов с утра до вечера. Они расчищают слой грязи, скопившийся за год, сооружают загоны, места забоя, временные столовые и молитвенные комнаты на период курбана. Как для рабочих на площадках, так и для всех посетителей. Мы здесь с 10 часов утра. Одна команда подготовила место, где будут резать жертвенный скот. Мы со своей командой общили кухню, где будут кормить всех присутствующих здесь бесплатно, трехразовое питание. Понимая то, что вознаграждение, которое мы получим за эту работу, жара нам не помеха этой работе. Пусть Юшни приумножит работу каждого, кто внес туда свой вклад, будь отделом или словом. Мы понимаем, какое это благо и будет даже подарком для жителей нашей столицы. Потому что не у всех получается в связи с этой ситуацией куда-то поехать в село и там порезать. Зато у всех может получиться за город чуть выехать, в течение 30 минут, максимум час, уделить времени, получить большое вознаграждение. Верующие, желающие совершить обряд дома, могут приобрести жертвенное животное здесь же. Уже на сегодняшний день на площадках готово около 100 загонов. Все проводимые работы согласованы с администрацией города. Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Новости ННТ, Махачкала. И в заключение о спорте. В Каспийске разыграны первые три комплекта наград чемпионата России по вольной борьбе. В двух финалах на золотые медали претендовали хозяева ковра. Свой класс подтвердил олимпийский чемпион Завур Угуев. В домашних стенах Хасавюртовец выиграл свой шестой чемпионат страны. В схватке за первое место Угуев превзошел молодого осетинского вольника Артема Габаева. Конечно, финальная схватка была всегда тяжелая. Молодой парень выиграл хорошие полуфинальные схватки. Расслабляться нельзя было. Работал точно. Меньше отдать, больше взять. И я думаю, это получилось. Конечно, хотел показать хорошую зрелищную борьбу, но не получилось. Думаю, в следующий раз будет еще лучше. А в категории до 65 килограмм отношения выясняли одноклубники по Агамидовской школе. Схватка Шамиля Мамедова и Ибрагима Ибрагимова буквально взорвала 5000-ю арену дворца спорта имени Али Алиева. Здесь в концовке победу вырвал Мамедов. Победитель Ярыгинского турнира после этой победы закрепился в статусе первого номера сборной в этом весе. Очень приятные чувства. Рад выиграть у себя дома. Это, наверное, двойная тройная, приятнее, когда столько людей болеют. Прохода нету здесь, и молодые, и взрослые болеют. Очень приятно. В конце было чуть сложно. Я там уже чувствовал, что на отводе, но нашел себе силы. Получилось отстоять и самому взять оттуда атаку, действие. И лишь в категории до 70 кг хозяева ковра остались без финалистов. Здесь победу праздновал бурят Евгений Жербаев, который, помимо прочего, получил денежное вознаграждение от экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, решившего поддержать свою весовую категорию. Чемпионат России в Каспийске продлится до 24 июня. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в соцсетях, и до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok